Им есть чем гордиться. Ежегодное награждение спортсменов Медвежьей Озерского состоялось вот уже в пятый раз, но в этом году церемония прошла по-особенному торжественно. Медвежье Озерское – самое спортивное поселение не только Щелковского района, Московской области, но и всей страны. И, несомненно, центром этих высоких достижений является физкультурно-спортивный клуб, который в этом году отмечает свое десятилетие. Здесь развиваются десятки различных видов спорта. Секции клуба посещают свыше 700 человек. Медвежье Озерское не зря считается самым спортивным поселением, о чем говорят завоеванные трофеи районных, областных, всероссийских и международных соревнований. А в 2014 году поселение стало победителем Всероссийского фестиваля конкурса на постановку лучшей физкультурно-массовой работы. Так, в день юбилея учреждения, знаком отличия за заслуги в развитии физической культуры и массового спорта в Щелковском районе, был награжден директор клуба Николай Масальский. Мастер спорта по тяжелой атлетике, человек имеющий многолетний тренерский опыт работы, и который руководит клубом все эти 10 лет. Эти дети идут и на спортивные объекты, и к тренеру, потому что какой тренер, так и будут дети ходить. В принципе, что вот 10 лет они быстро прошли, но это не последний, как сказать, срок. Мы будем заниматься, мы будем, очень хотели бы, чтобы у нас спортивные объекты расширялись. На сцене Дома культуры поселения медалями, кубками и подарками по уже сложившейся традиции наградили спортсменов, которые в течение 2017 года завоевывали звания победителей и призеров в десятках соревнований. Районного, областного, всероссийского и международного уровней, в различных видах спорта, успешно развивающихся в поселении. Футболу, флорболу, тхаквандо, дзюдо, боксу, тяжелой атлетике и других. Отметили наставников, в числе которых есть титулованные спортсмены и заслуженные тренеры, и, конечно, родители. Также медали в честь десятилетия спортивного клуба поселения вручили ветеранам. Руководство поселения, совет депутатов, глава, жители поселения делают все возможное, чтобы развивалась материально-техническая база. И здесь, на самом деле, этому уделяется огромное внимание. И, безусловно, это дает свой результат. И результат в том, что поселение на уровне и Московской области, и Российской Федерации достигает таких результатов. Каждый день мы тренируемся, но, опять же говорю, каждая тренировка, она дает о себе какие-то результаты. Есть мероприятия, к которым мы идем, Московская область, Щелковский район, какие-то турниры. Главное, чтобы было им интересно. Большое я хочу сказать спасибо Масальскому, директору. А самое главное, Канахин, который именно возродил наш стадион, наш спорт поднял не только на районном уровне, но и на уровне международном. Именно создание клуба позволило шагнуть на новый уровень поселению в своих спортивных достижениях. Сегодня спортивная база «Медвежьих озер» дает возможность заниматься спортом всем жителям от мала до велика ежедневно с утра до позднего вечера. Это стадион с футбольным полем и функционирующими круглогодично объектами с искусственным покрытием. Универсальной спортивной площадкой, мини-футбольным полем и беговой дорожкой. Здесь, а также в поселке Новый городок располагаются две хоккейные коробки. Открыт зал спортивных единоборств. Кроме того, оборудованы всем необходимым тренажерные и спортивные залы. Созданы все условия для тренировок. Более трех тысяч жителей поселения занимаются спортом на базе «Медвежьих озер». Самые активные и спортивные физическая культура для них – это, несомненно, уже стиль жизни. И главное, что останавливаться на достигнутом «Медвежке» не собираются. Анна Балиет, Валерий Жегле, телерадиокомпания «Щелково». Субтитры создавал DimaTorzok